итак добро пожаловать в рсак сегодня мы разговариваем с вами уход за кожей ребенка и за волосами детская косметика делится на три класса первое это лечебная косметика это когда у вашего ребенка какие-то проблемы на коже это высыпание это шелушение зуд покрастение какие-то может быть еще повреждения на коже которые требуют лечения то есть вы используете вы используете для этого лечебную крема косметику какие-то гели мази то это называется лечебная косметика еще есть гигиеническая косметика это когда вы задача которой вымыть вашего ребенка да это пена для душа это гели это шампуни это мыло это зубная паста это крем для рук и лица то есть то что приводит кожу и волосы вашего ребенка в порядок и есть еще декоративная косметика это косметика которая предназначена ну для наших принцесс да то есть вот они хотят как мамы краситься да чтобы у них была помада чтобы у них были какие-то тени да и вот мы покупаем вот им вот такую косметику которая тоже может быть опасно поэтому следите что находится в косметике декоративной у вашего ребенка вообще вот так выглядит кожа ребенка и кожа взрослого то есть вы видите какой тонкий роговой слой то есть это верхний слой кожи до который вы можете потрогать у ребенка у себя который вы можете намазать кремом или еще что-то с ним сделать то есть он очень тонкий у ребенка всего два три слоя вот так вот этих клеток рогового слоя у нас у взрослых 15-20 слоев то есть естественно кожа взрослого она более плотная и более упругая у детей очень тонкий эпидермис это клетки вот внутренней кожи до часть следующая часть слой кожи он у них очень тонкий и самое главное он рыхлый и клеточек немного и слоев немного внутренних то есть нежная чувствительная ранимая кожа у ребенка по сравнению с нашей видите какие у нас в эпидермисе большие крепкие клеточки и очень много и получается что когда вы пользуетесь например какой-то бытовой химии или например и своими взрослыми шампунями еще какими-то средствами то ваша кожа больше вероятности того что она предохранит вас от ожогов от повреждений каких-то от микробов потому что вот видите ей надо пройти через такую стену ваших клеток до роговых чтобы попасть вовнутрь и конечно же воспаление не всегда есть у человек но если действительно если взрослый человек что-то там глобальное такое какой-то эпидемии еще что-то да у ребенка посмотрите маленькие клеточки самое главное коллаген и эластин у них очень слабые они не связаны между собой и кирпичики печите клеточки очень тоненькие у них очень большие щели между ними да то есть вот конечно же когда ребенок быстрее схватывает аллергию и микробы через его кожу проникает глубже и поэтому получаются воспалительные процессы потому поэтому нужно обязательно следить чем вы моете ребенка какая бытовая химия у вас находится в доме опасно нет она для кожи ребенка вот теперь поговорим с вами о волосах вот одни дети рождаются с большой охапкой волос сразу в роддоме а у некоторых один волосик да вот на картинках такие красивые детишки у одного один волосок у другого три но очень тонких у следующего столько же волосиков но они уже погуще и вот ребенок внизу такой уже волосатенький да и были случаи такие да вы наверное сами кто был в роддоме завидовали если вашего ребенка там один волосок а у соседки у ребенка очень большие волосы то мы расстраивались ну зря потому что это пушковые волосы это не постоянные волосы у ребенка в течение трех месяцев они выпадут они называются поэтому пушковые почему у них нет фолликул у них нет луковиц их задача просто вот побыть недолгое время на голове у ребенка и когда происходит смена волос то за день ребенок может терять 300 волосков когда они у него уже более более густые вырастают и поэтому потом будет второй период роста волос он называется уже детский волос он немножко покрепче они более жесткие но это еще не взрослый волос у него также плохие луковицы слабенькие волосы все равно тонкие и нужно за ними очень аккуратно ухаживать и хорошие волосы конечно уже взрослые волосы у ребенка начинают вырастать это уже последний заключительный стадия роста волос у ребенка это подростковым это в 12 лет когда у него начинают работать гормоны и вот тогда у него начинают расти уже настоящие взрослые волосы которые уже не поменяются но если вы думаете что когда у вас маленький ребенок то есть вот такой у которого пушковый или детский волос то можно мыть чем угодно потому что это не настоящие волосы да они выпадут а вот потом когда у ребенку исполнится 12 лет я буду покупать ему хороший качественный шампунь чтобы поберечь волосы так вот это очень большая ошибка именно то как вы ухаживаете за волосами младенца в будущем будет влиять на волосы взрослые у вашего ребенка поэтому обратите на это внимание еще одна картиночка которого здесь показано да два мальчика один беленький другой черненький между ними без глазок это пигментация волоса наверное у многих это было у детей да что ребенок рождался в роддоме черненький а к пяти годам он становился абсолютным блондином или наоборот то есть родился блондином а потом стал темненький это нормально даже и глаза у многих меняются это пигментация волоса то есть это не надо этого тоже бояться это так заложено нашей природой какие же ошибки мы допускаем в уходе за детскими волосами но во первых нельзя мыть или детские волосы взрослым шампунем я потом немножко объясню это попозже нельзя укладывать ребенка спать сразу же с душа с мокрыми волосами не забываем волосы ребенка очень слабые и во время сна он будет тянуть а мокрые волосы не тяжелые он просто-напросто будет терять волосы во время сна поэтому обязательно сушим ребенку голову но конечно же мы сушим ее не фенами не какими-то вкладочными вот этими переборами это враг номер один и если вы смотрите что ходят девочки маленькие на подиуме с красивыми прическами с косметикой вы не знаете как они потом выглядят когда становятся подростками поэтому не не делайте этого своему ребенку следующая проблема это неправильно расчесываем волосы ребенку да вот ребенок плачет мама пытается расчесать особенно если у ребенка катышки на голове да то есть скучиваются волосы секущиеся волосы и это не ребенок виноват это неправильный уход за волосами то есть это виноваты взрослые и как и поэтому нужно обязательно за этим следить я немножко расскажу как правильно расчесывать девочка до пеппи длинный чулок вот такая вот косичками затянутыми это тоже ошибка когда ребенок особенно девочка с длинными волосами все время ходят с тугими прическами с тугими резиночками и с тугими косичками вы нарушаете кровообращение в головном мозге именно в волосах волосы корни не получают питания они недополучают кислорода вы тем самым вытягиваете с помощью этих косичек туго затягивая волосы вытягиваете луковицы из фолликулов и поэтому конечно же когда вы распутываете потом многие девочки и мальчики теряют волосы следующая девочка такая в шоке от своей красивой прически да этот слайд картинку я сделал вот к чему если вы хотите чтобы вашего ребенка были красивые густые блестящие шелковистые волосы но у вас совершенно нет времени заниматься прическа ребенка то этого делать не надо ребенок до определенного возраста не будет не мыть волосы он не будет укаживать за ними как вы этого хотите он не будет наносить какие-то специальные ухаживающие крема или там маски еще какие-то он даже расчесывать будет не всегда и это я говорю не просто так это я знаю такие примеры поэтому если у вас у вас нет времени этим заниматься не мучайте ребенка не отращивать ему длинные волосы не ругать это что это у тебя на голове это не у нее на голове это вы не доделали то что вы хотели когда планировали длинные волосы следующая картинка где подстригают ребенку челку знаете во времена моей молодости когда я рожала обоих своих детей моя мама и бабушка говорили до года ребенка надо обязательно подстричь на лозу может быть кто-то из вас через это проходил зачем да потому что говорит тогда будут красивые блестящие пышные волосы так вот ничего подобного это не происходит все равно подстригли вы ребенка до года не подстригли это не влияет ни на толщину волоса в будущем ни на его длину ни на что это не влияет это просто вот был такой как бы вот миф кроме того если вы выращиваете отращиваете девочки красивые длинные волосы не хотите их подрезать то это тоже ошибка каждые три-четыре месяца надо кончики подрезать обновлять кончики тогда волосы будут расти длиннее не будут сечься и будут красивыми и желательно конечно как я уже рассказывала на презентации про шампуни для взрослых теплыми ножницами чтобы не было стекущихся волос а теперь во первую детские волосы очень тонкие нежные весьма ранимые поэтому конечно же на них больше чем на наши волосы влияют и солнечные лучи влияют и окружающая среда и влияет вода даже бывают такие случаи когда тяжелой воды вот от этой хлорки от ионов металла которые на ней находятся волнистые волосы у детей распускались и становились ровными прямыми а наоборот прямые волосы становились курчавыми потому что вот так реагируют тонкие волосы на вот эти повреждения поэтому обязательно аккуратно относитесь к всем причинам повреждения волос как правильно мыть волосы во первых нужно опять же ребенку так как и взрослому теплая вода не горячая вы из душа поливаете волосы мочите их да и потом наносите шампунь но рекомендация такая лучше в мокрые свои руки выдавите шампунь сделайте на руках хорошую пену и тогда наносите на корни услышьте меня пожалуйста шампуни нужно наносить на корни не любят кончики не любят шампунь поэтому вы делаете хорошую пену на корни вымываете их хорошенько потому что именно корни мы вымываем от грязи от жира от всех вот этих вот ненужных компонентов и потом душем смываете с волос шампунь и вот той шампуни которая будет стекать по волосам до кончиков вот хватит этой шампуни для того чтобы помыть волосы и это не только ребенку это и взрослым такая рекомендация не надо на весь объем наносить шампунь а вот кондиционеры и бальзамы наоборот их нежелательно делать на корни ребенку а лучше на длину и на кончике вот тогда будет очень хорошие волосы в среднем для большинства детей а да еще мыть нужно смываете а потом не трете полотенцем вытирайте просто промокательными движениями сколько же раз как часто надо мыть ребенку голову если у большинства для большинства детей если у них нет никаких таких особых причин к тому чтобы мыть постоянно будете и другие волосы да у них не так жирнятся волосы потому что только после 12 лет начинают быстро вырабатываться сальные железы а так мыть один-два раза в неделю если волосы у ребенка сухие и вьющиеся тогда вообще надо раз в 7-10 дней а вот если вашему ребенку около 12 лет и старше когда начинают работать гормоны вот тогда этому ребенку желательно мыть голову ежедневно как правильно расчесывать волосы вот эта девочка плачет она не капризничать ей действительно плохо во первых мама может быть неправильно расчесывать а у нее волосы скатываются и что нужно делать во первых никогда не надо сразу с корней ребенку расчесывать волосы еще раз напоминаю волосы ребенка очень слабенький слабая кутикула слабая луковица и когда вы начинаете сверху от корней тянуть волосы расческой да еще если волосы вот такие вьющиеся и еще и плохо расчесывается то вы выдираете корни нужно расчесывать лесенкой то есть вы подняли взяли прядку в руки небольшое расстояние от концов расчесали сверху вниз потом прошли выше расчесались сверху вниз и так далее по всей прядке и когда вы увидите что внизу кончики уже не испутанные а в хорошем состоянии вот так лесенкой вы поднимаетесь до корней не задевая корни можете уже полностью прядку расчесать расческой и вот тогда не будет никаких проблем но делать такую процедуру своему ребенку особенно у кого скатываются волосы два раза в день то есть утром и перед сном обязательно должна быть правильно подобрана расческа лучший вариант конечно если это будет деревянная расческа тонкие и редкие волосы ребенка нужно густой гребешок да то есть должны быть такие очень густые друг за дружкой вот эти зубчики а если у ребенка наоборот густые или сильно вьющиеся волосы то здесь наоборот расческа должна быть толстыми зубьями и их должно быть намного реже то есть у них такие должны быть дырочки между друг другом вот тогда волосы вашего ребенка будут хорошо расчесываться и ребенок будет капризничать и вот теперь мы остановимся на первой картиночке где мальчик держит шампунь должна ли все таки шампунь быть детская потому что многие говорят у меня хороший шампунь я мою свои шампуни многие говорят а у меня с трех лет до до плюсом да то есть для всей семьи но кто слушал презентацию первую мою про взрослые шампуни ну вообще я не сторонница таких шампуней потому что все таки у каждого члена семьи свой тип волос а у ребенка это еще дополнительно свой волос потому что он тонкий ранимый и чувствительный поэтому конечно как вы пользуетесь шампунем от жирной для жирных волос если вас жирные волосы так ребенок должен точно также пользоваться шампунем детским он должен мягко очищать волосы он должен не плакать от вашей шампуни и самое главное не должно в шампуне быть сульфатов что такое сульфаты сульфаты это активные такие мощные жесткие павы моющие средства в шампунях это очень опасно вот здесь на картиночке все что находится справа на красном фоне это все очень серьезные павы которые в детских шампунях быть не должны а вот от светло зеленого до зеленого это же павы где хорошие мягкие натуральные компоненты и посмотрите пожалуйста вот я выписала составы детских шампуней и гелий для душа детей и там везде красным написано что тут сульфаты точно также на баночках да я делала скриншоты точно также красным я ответила то что здесь находятся сульфаты в детских шампунях находятся сульфаты которые раздражают кожу сушат кожу и влияют на волосы ребенка поэтому посмотрите что находится в шампунях у вас дома эрсак представляет вот я здесь выписала да что зеленая стрелочка и на безопасных павах действительно как во взрослых так и в детских шампунях павы находятся на зеленых то есть настоящие и когда шампуни выбирают нужно смотреть на индекс раздражительности то есть павы которые я вам показала на тех шампунях на картинках там 21 в ирсаге это 4 до 2 то есть нет никакого раздражения сертификаты органической косметики на нашей детской косметики стоит значок био который находится в нижнем ряду зель синенький я хочу вам немножко о нем рассказать это не просто такой значок его нельзя сделать взять и поставить самому да нет это очень жесткие требования это ассоциация косме био которая разрешает ставить такие свои знаки только тем тем производителям косметики которые выполняют ее требования что это значит это значит что 95 процентов всех компонентов являются натуральными что значит натуральными это не сделаны в синтетических лабораториях это выращено природой то есть это листья это растения это кора это как то есть это просто растения которые выращены на природе и 95 процентов должно быть органических растений натуральных что значит органические растения это значит компания косме био требует чтобы выращивали растения не просто так а на фермах органических где чистая земля чистый воздух где не используется химикатов не используется никаких пестицидов и только тогда косметика может получить вот этот знак и самое главное даже когда я про это прочитала написано что если вы увидели что на этикетке есть такой знак даже можно не проверять состав потому что это не просто так это действительно очень такой серьезный знак и детский шампунь да я не буду рассказывать очень много о всех компонентах здесь у нас очень есть глюкозоиды есть не здесь нет сульфатов здесь только на кокосовой павы на кокосовом орехе поэтому это все биологически чистое натуральное здесь экстракт ромашки который будет помогать и устранять зуд шелушение раздражение воспаление на кожу ребенка будет питать и придавать волосам красивый блеск здесь еще есть вот эти вот тоже не надо пугаться химических формул это все обоснованно это натуральные компоненты я хочу рассказать немножко вот о полисорбате 20 это средство транспортное транспортное средство я хочу сказать о том что для чего рядом стоящий тоже нужны ингредиенты когда собрали растение из них нужно вытащить все полезные вещества просто так растение не дает но вот так так заведено что химически неустойчивы и поэтому в одном растении находится спирт в другом растении находится одно один компонент другом третьим и вот для того чтобы например отдай отдало растение спирт нужно чтобы вот этот вот это вещество забрала и отнесло к другому растению тот отдаст свое это отдаст третье и вот он перевозит от растения к растению нужные компоненты забирает и отдает другому и происходит вот такая транспортная система и без него никак нельзя потому что иначе растение не отдадут свои нужные компоненты для шампуни точно так же здесь находятся вот такие вещества алантаин это мы уже говорили что это также нормализует работу сальных желез и спирт который вытягивает и лимонная кислота которая восстанавливает шелушащуюся кожу она помогает стать луковицы сильнее сужает поры и так далее следующее это гель для душа это вообще кладезь чего только тут нет также не буду останавливаться на всех павов это все компоненты которые нужны нашим шампунем про них можно узнать во взрослых в презентации для взрослых шампуней там все рассказано компоненты зверообоек продырявленные конский каштан гомомелис ромашки все они восстанавливают кожу они укрепляют коллаген эластин то что нашей надо нашим детям кожи наших детей они восстанавливают они регенерируют они питают они увлажняют они смягчают кожу они делают ее красивую они опаивают кожу такой защитной пленочкой чтобы солнышко и вся вот эта грязь с воздуха не попадала на кожу ребенка во вторых это все натуральные компоненты они еще и лечат то есть у них у всех есть лечебные какие-то компоненты которые попадая во внутрь кожи ребенка помогают и получить все эти компоненты внутрь кожи здесь еще есть салат латук я была очень удивлена но у него столько компонентов которые также восстанавливают кожу не буду останавливаться на подорожнике потому что мы знаем что такое подорожник это рано заживляющее это успокаивающее это смягчающее помогает при ранах порезах а вот скоро начнется лето наши дети будут бегать целыми днями на улице будут падать с велосипедов царапаться ползая по деревьям то есть это все компоненты которые помогут потом вашему ребенку когда вы будете его мыть залечить ранки убрать зуд убрать раздражение будут кусать комарики пожалуйста эти средства тоже убирают это экстракт хвоща это вообще народное народное такое растение которые используют для быстрого заживления ран для уменьшения воспаления поможет лечить акне экзему мальва лесная это растение которое содержит кучу витаминов и минералов для увлажнения кожи против опрелости для лечения механических повреждений таких как раны укусы порезы содержит витамины следующие это у нас с вами алтей плоды триганеллы это тоже растения которые наполнят кожу вашего ребенка полезными веществами они помогут устранить все проблемы которые есть на коже они защитят кожу ребенка от всех вот этих повреждений которые он может получить и помогает успокоить и самое главное все эти растения они антибактериальные они борются с бактериями с грибками которые ребенок может получить пантелон пантенол и глюкозоид без них тоже никак нельзя это тоже компоненты которые очень нужны и спирт я уже про него говорила не буду говорить остановлюсь на бисобололе это такое вещество которое защищает его добывают из конфетного дерева и могут из лаванды и ромашки но больше всего из конфетного дерева защищает от ультрафиолетового излучения помогает противовоспалительное успокоительное тормозит развитие микробов и незаменимый активный компонент косметики для чувствительной и детской кожи поэтому это очень хороший компонент именно в деле для душа ребенка детское масло но здесь вообще хочу сказать что самый короткий состав это вот у этого детского масла вот то что вы видите на картинке все в нем больше ничего нет то есть здесь есть цветы и листья липы липу мы не буду говорить какая она красавица какая она умница да скажу только то что наши бабушки наши знахарки в руси лечили все болезни вот липовым цветом как они это умудрялись сделать ну да мне действительно очень много компонентов она выравнивает водный баланс она удерживает влагу в коже она противогрибковая антибактериальная обладает водоотталкивающим то есть вода не уйдет с кожи ребенка останется внутри кожи не будет сухой и подтягивает очищает пору дальше витамин е который витамин молодости да находится в облике и в шиповнике это также бактерии борются с бактериями с ультрафиолетовыми лучами заживляющие обновляющие кожу потому что это витамин е молодость да предотвращает появление веснушек и пигментных пятен и конечно делает борется с аллергией ромашку не буду говорить уже рассказывала масло жжоба для получения масла жжоба орешки собирают вот которые на картиночке вручную перерабатывают их просто пережимают их ничего с ними не делают и получают вот такое масло жжоба в нем остаются все полезные компоненты увлажняет питает укрепляет предохраняет от воздействия всяких микробов ультрафиолета грязи и подходит также для нежной кожи борется с дерматитами с трещинами на ладошках на руках будут вот эти вот какие-то повреждения он будет залечивать то есть очень прекрасно тоже средства влажные салфетки для рук тоже здесь много всяких компонентов о которых я не буду говорить уже останавливалась здесь не говорила только об экстракте оливок но мы знаем что такое оливки да это натуральный омега-3 растительная да это витамин е витамин к то есть насытит кожу ребенка укрепит ее оставит на ней такую невидимую защитную пленочку и сделает кожу ребенка не так сказать лучи солнца и загрязнения не будут сказываться на коже ребенка еще хочу рассказать об одном компоненте это рита мыльное дерево да это запатентованная компания и средства да это орехи мыльные это для того чтобы охладить и чистить кожу помогает предотвратить сухость увлажняет кожу ребенка это стопроцентно натуральный компонент который справляется со многими кожными заболеваниями такими например как экзема и псориаз это средство очень хорошо помогает в борьбе с опрелостями и обладает антиаллергическими и антибактериальными свойствами и вот здесь же еще есть касторовое масло вот клещевина ее специально выращивали для того чтобы делать касторовое масло и даже вот эти вот семена были обнаружены в гробницах фараона ускоряет восстановление кожи блокирует очищает дерму помогает переносить полезные вещества из вот это из всех компонентов которые вы пользуетесь для детей вовнутрь под кожу то есть чтобы они не оставались на поверхности кожи попадали все-таки вовнутрь вот это очень полезное вещество делает каркас кожи плотным упругим вспоминаем что каркас кожи ребенка очень слабенький так вот если касторовым маслом пользоваться то кожа станет немножко плотнее упругой и тогда меньше микробов и повреждений будет на коже вашего ребенка и питает ее конечно очень хороший компонент для детской кожи также здесь вот есть такие вот вроде страшные опять до колбочки всем но мы не забываем на косметике стоит био значит это все из натуральных компонентов и без них нельзя компания разрешает космобио использовать 5 процентов ненатуральных компонентов но сейчас химия идет вперед и компании у которых есть производство свое сырье свои компании свои институты свои лаборатории научились делать такие формулы которые как можно меньше синтетики и то что можно заменить синтетическое на натуральное они это делают поэтому стоит знак био не забываем еще я хочу сказать про один компонент который тут есть спирт почему-то люди боятся спиртовых косметики так вот этот спирт также нужен он очень нужен для косметики скажу только одно но не пугаемся он открывает липидный слой кожи то есть он открывает вот как кутикула у волос вот липидный слой кожи тоже может открываться то есть поры открываются благодаря этому спирту для чего если бы не было спирта в косметике тогда эти поры были бы закрыты и все ваши дорогие средства и все ваши крема все ваши гели для душа, они бы все оставались на поверхности кожи. И когда вы начинали в следующий раз мыть руки, весь этот дорогой крем вы просто бы смывали под водой. Так вот этот спирт открывает вот эти вот липидный слой, туда проникают вовнутрь все полезные вещества из ваших кремов, из ваших гелей, из ваших мыла, что вы там используете. Вовнутрь проходит все это под кожу, а остальные-то компоненты, я вам целый полчаса говорю, восстанавливает кожу, восстанавливает кожу, восстанавливает кожу. И вот эта вот капелька спирта, которая раскрывает кожу, она ничего для кожи бесполезного не делает. Все полезные компоненты потом все это закроют. Они восстановят этот липидный слой и они сделают защитную пленочку, но без спирта вовнутрь компоненты не попадут. Поэтому, ну конечно, спирт спирту рознь. Я говорю про те два спирта, которые находятся в нашей косметике. И еще консерванты, это тоже страшное слово, ага, вот консерванты. Ну вы знаете, я прочитала высказывание одного химика, который сказал, что ну конечно лучше уложить на руки натуральную косметику без консервантов с кучей всяких бактерий и микробов. Нет, говорит, извините, я лучше буду с консервантами. Опять же, химики, физики, ученые, врачи, они придумывают, не стоит время на месте, да, мы не пользуемся теми консервантами, которые были сто лет назад. То есть все меняется, придумывается что-то новое. И поэтому консерванты нужны. Вы знаете, я нашла, не буду говорить, детский шампунь, в котором находятся только одни ягоды, ну написано в составе, и он может храниться тысячу дней. Три года, просто ягоды. Ну вспомните, если вы оставите ягоды дольше, чем, и ничто с ними не сделает, что будет с вашими ягодами, да? Они покроются гнилю, появится еще что-то, точно так же появится все это в косметике. И потом вы натуральную косметику будете наносить на руки, на кожу, на лицо, на волосы. Поэтому этих компонентов бояться нам не стоит. И остальные компоненты можно посмотреть в предыдущих презентациях, если вы хотите более подробно узнать. Детская серия Ирсак – это прекрасный выбор. Она небольшая, она компактная, но она действительно натуральная, она действительно имеет возможность помочь вашим детям и сохранить кожу, сохранить волосы. То есть разберитесь, вначале посмотрите, что стоит у вас в ванной комнате, чем на данный момент пользуются ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки, и стоит ли этого или нет. Еще вот такая очень красивая картиночка. Сегодня у меня детская серия, и почему-то у меня пришла такая, улыбаюсь и нравлюсь себе, да? От улыбки станет, да? Помните такой мультик и песенку? То есть действительно от улыбки станет всем светлее. И поэтому улыбайтесь, радуйтесь жизни, радуйтесь солнышку, но не забывайте, что и детская кожа и волосы, и ваши волосы требуют внимания. Всего доброго!